Доброго вечера, дорогие друзья! Рада всех приветствовать сегодня. Сегодня в гостях необыкновенная личность Александра Геннадьевича Хакимова, известный во всем мире ведический учитель, учитель ведической культуры, философ, психолог, общественный деятель, художник, и является автором множества книг, а также духовным лидером и почетным директором с преподавательств духовных технологий имени Джона Фейерлопса. И сегодня у нас уникальная возможность получить общение с ним, приобщиться к ведической мудрости и получить ответы на вопросы, которые вы уже сегодня писали. Очень много вопросов, очень интересные вопросы, и мы все с нетерпением ждали этой встречи, тема которой «Важность духовного пути, благостного общения». Здравствуйте, Александр Геннадьевич! Добрый вечер! Сегодня у нас несколько кругов благостей, те, кто смогли по часовым поясам собраться. Многих, к сожалению, уже поздний вечер, но они будут с нетерпением ждать записи этой встречи, поэтому эту встречу ждали все, очень долго просили, и мы очень рады, что эта встреча наконец-таки состоялась. И у меня первый вопрос, который наиболее актуальный, который задавали очень многие лидеры клуба «Благости», задавали клубчане, которые приходят в эту «Благость». Скажите, пожалуйста, почему так важно идти по духовному пути, и что же это все-таки дает людям? Духовный путь? Почему так важно? Ну, я думаю, что само понятие «духовный путь» сегодня у нас размытое понятие. То есть каждый понимает это как-то по-своему, или, может быть, даже и не придает значение этому выражению, обычный человек. Например, если мы скажем о совершенстве, то все люди согласятся, что хотят быть совершенными. Но если мы спросим, что такое совершенство, пожалуй, никто не сможет определить. Вот это совершенно разные мнения. Вот также и духовный путь — это вещь такая размытая, и, насколько я понимаю, каждый человек, он считает, что он уже живет какой-то духовной жизнью для себя, он сам это определяет, сам решает, что это такое. Для кого-то это послушать классическую музыку, например, для кого-то это общение с друзьями, или увлечение искусством, или поэзией, или писать стихи. То есть обычно духовная жизнь воспринимается как тонкое материальное такое вот наслаждение ума и чувств, тонченное. стихи, музыка, поэзия, красивые одежды. Ну вот в этом духе люди, я думаю, так могут понимать духовную жизнь. Хотя духовная и материальная — это требует какого-то определения более точного. И что же такое духовная жизнь? Духовная жизнь означает, что мы всегда стремимся к совершенству. То есть это как лифт, как мистический подъем. А все остальное называется обусловленное существование. Ну то есть привычное, утвердившееся существование уже, и оно превращается в скуку, в такое безрадостное состояние, обыденность. Вот обычный день, как он проходит, вот день за днем так и проходит, может быть, иногда это одно, иногда это отпуск, а так день за днем, обыденность, вот это скука какая-то или рутина, или сопряжено со страхами, с конфликтами, с постоянными какими-то разборками, с неудовлетворенностью или несчастьем в уме. Вот наша жизнь наполнена всякими такими вещами, и при этом мы можем думать, что живем в духовной жизни. Но духовная жизнь в конечном итоге подразумевает, что у человека нет в уме нечистоты, противоречия, нестраданий. То есть при том, что внешний мир, он как бы остается прежним, как бы так же нужно работать, и так же нужно наполнять свои обязанности, есть какая-то обыденность, но внутренняя его жизнь становится насыщенной, чистой и позитивной такой, радостной. Вот это мы имеем в виду духовной жизни. То есть то, что мы подразумеваем под словом «счастье», как раз это синоним, это духовная жизнь. Почему же так важно быть счастливым? Я перефразиваю вопрос, всем будет ясно почему. Это естественное наше состояние, к чему мы стремимся, вот только как быть постоянно, счастливым, постоянно радостным, возможно ли это, это уже другой вопрос. И есть еще один момент сложный в этом вопросе. Хотим ли мы быть счастливыми? Вот, и при более внимательном изучении можем увидеть, что большинство людей, они сами отказываются от своей счастья из-за иллюзий, из-за самообмана энергии, из-за неправильных мотивов в сердце, нечистых мотивов в сердце, у каждого есть такие вот недостатки. То есть фактически мы отказываемся. Либо мы не верим в это, либо у нас уже что-то есть, что жалко терять. И так можно пока прожить без какого-то особого счастья. Лучше синицу держать в руках, чем журавли в небе. И так тоже можно жить. Потому что быть счастливым, по большому счету, это тоже как бы риск. Ведь мы должны чем-то тогда пожертвовать. Тем, что у нас сейчас есть, как бы пойти дальше, отойти от этого куда-то выше. Как бы некоторый момент отречения существует от каких-то вещей, которые уже нам не нужны, но как мы уже выработали в жизни. Приносит нам пользу и счастье. Нужно пойти дальше, а чтобы пойти дальше, нужно как бы эти вещи оставить. Например, оставить дурные привычки трудно человеку. Часто он просто не хочет оставлять дурные привычки. Думать, ну вот у меня хоть что-то есть. Если я это оставлю, вообще ничего не будет. У меня нет подготовки, знаний как бы или веры в это. То есть это такая вот тема, что касается совершенства, счастья или духовной жизни. Человек должен быть готов к принятию таких понятий. У нас есть вопрос от клуба «Благость» из города Киева. Организатор Ивана сейчас может задать вопрос. Киров? Киев. 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 Пожалуйста, задавайте Ваши вопрос. Господин Геннадий Ильич, у нас было очень много вопросов, и в результате голосования мы выбрали всего лишь один, но это не мой вопрос, Гена. Это вопрос Константина и Вала. Пожалуйста, все не задайте. Так, ну, вопрос такой, как найти гармонию в духовном и профессиональном развитии, чтобы на это все найти время, как сбалансировать. Продублируйте вопрос. Продублируйте, потому что я не очень хорошо слышал его. Могу погромче. Как найти гармонию в духовном и профессиональном развитии, и как сбалансированно распределить время на то иное другое? Спасибо. Ну, вот эти два вопроса, они как раз очень связаны. Как совместить, скажем, наши материальные обязанности, профессию и духовное развитие? Нужно жить по распорядку, делать все в свое время. Тогда мы все успеем делать то и другое. Главный принцип заключается в том, чтобы рано встать утром. Тогда все можно успеть сделать. Рано означает, ну, хотя бы часа в три. Ну, в 3.30. Ну, ладно, в 4 часа. Знаете, как там весело становится. Мы понимаем, эта задача уже не из легких, не для каждого. Но вот так проверяется искренность, если честно говорить. То есть искренний человек, он так вот будет это делать. Кто на самом деле хочет это. Мы уже сказали, что от духовной жизни мы можем отказаться. Как от чего-то обременительного и так далее. Можно найти какие-то свои причины. Можем принять. Это от нас зависит. Но если мы хотим принять, то нужно принять вот некоторые правила. Это ранний подъем. Это первое правило. Значит, ну, если так серьезно, до 5 утра нужно уже позже уже будет, не успеете особенно, уже будете в торопях, уже ум будет и спокойствие, с 4 до 5 вы должны уже быть бодрыми. Вот. Все успеет сделать, утренних свои обязанности и приступить к своей духовной практике. Это до работы, до начала активной какой-то деятельности. Утро вы отдаете Богу, говорите, все, каждое утро. А затем идете на работу. А вечером вы общаетесь близко с друзьями, с такими близкими, дорогими людьми, общение. Делитесь чем-то сокровенным. Рассказываете историю друг другу из своей жизни или что-то читаете вместе, обсуждаете. И потом ложитесь спать и снова утром поднимаетесь. Так же рано. Не то, что вчера уже поднялся, сегодня можно отдохнуть. А точно так нужно подниматься с 4 до 5. И снова вот такая каторга, значит, ежедневная. Потом вы привыкаете где-то через месяц. Через месяц вы привыкаете и чувствуете, как это хорошо подниматься утром, принимать омовение и думать о духовном, читать книги или медитировать, или повторять мантру, или читать свои молитвы, что как может. Но все утро вы должны глубоко-глубоко погрузиться в духовную свою практику. Пока вы не почувствуете, что Бог прямо в вашем сердце, вот тогда вы будете что-то полезное делать, успевать днем, у вас будет энергия, энтузиазм. Кроме того, что работа материальная всегда имеет какие-то недостатки, разногласия или конфликты, неприятности всегда сопровождается, огонь дымом, говорится. Всегда будут недостатки. Так вот, духовная практика снова настраивает на позитивный лад, что мы могли быть внутренне сильнее, тверже, на своем пути исполнения обязанностей, и семейных, и профессиональных. Но каждое утро у нас должна быть очень хорошая практика. Иначе я не могу другого ничего посоветовать. Вряд ли что-то получится. Видите, все очень просто. Вот это нужно просто делать. Ну, готовы? Подниматься пораньше. Кто-то готов? Нет? Мне интересно, после моих слов, кто-то готов подниматься, хотя бы завтра подняться. Вот, есть все. Не зря мы сказали, это хорошо. Остальные еще подумают, я вижу, что они еще раздумывают, завтра начинать, завтра или послезавтра начать, может быть. Ну, так или иначе, думайте. Думайте, пока не пробудится эта решимость. Спасибо большое, Александр Геннадьевич. У нас есть вопрос от клуба, который сегодня не смог присутствовать. И после этого вопроса, может быть, гадать о вопросе тех клубчаней, которые еще не написали. Поднимайте, пожалуйста, руку, чтобы было видно. Нажимайте в зуме поднять руку, тогда мы передаем слово вам. И я зачитываю вопрос от клуба. Нужно ли в наше время для духовного роста строго следовать определенной религиозной традиции? Как вы считаете, наступает ли время надрелигиозного типа мышления согласно законам мироздания и общественным ценностям? Хороший вопрос. Как бы актуальный вопрос, очень такой важный вопрос. Что касается религиозных традиций, конфессиональных практик, так сказать. Я сразу прямо вам скажу, что это создано человеком. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Это вспомогательная вещь. Вот конфессиональные правила, стоимость, культурные, в соответствии, скажем, с разными частями света, где есть разные языки, культуры, обычаи. Есть разные религиозные правила. Максим. Вы настраиваетесь, да? Или я вас вижу сейчас? Меня слышно, да? Все слышат меня? Да, вас хорошо слышно. Все хорошо. Вот кто-то здесь настраивается, я вижу его в экране, он меня не слышит. Вот на большом экране сейчас у меня вышел. Похоже, звука там нет, потому что он не реагирует. Да, мы его сейчас отключим. Казань. Мы вас слышим и слушаем дальше. А, теперь слышно, да? То есть можно продолжать? Да. Хорошо. И вот мы говорили о религиозных традициях. Не в этом дело я хочу сказать. Вы можете принимать религиозную традицию, можете не принимать религиозную традицию. Что касается духовной практики, это голос вашего сердца, прежде всего. То есть учите слушать свое сердце, потому что просто обряды слепые, они не помогут. Не помогут стать сильнее духовно. То есть как бы религиозные обряды, если они просто выполняются, ну как бы так, скрупулезно, их тоже можно выполнять скрупулезно, они развивают благочестие в человеке, не больше этого. Ну как бы порядочность, честность можно выработать. Что еще? Честность означает, что мы можем признать свои грехи, просить прощения, прощать. Вот такие шаги тоже, это поможет нам делать. И даже просто обряды принимаете, как в этой конфессии, вот так вот следуйте традиции, это тоже поможет нам стать, ну более, что ли, оккультуренными людьми, более совестливыми людьми. Это тоже некоторый, как бы, контакт с духовностью. Но когда мы говорим именно о духовной жизни, это нечто иное. Вот. Сама традиция, она создана, как бы, для человеческой природы, а духовность сама по себе, она не человеческую природу имеет. Это, например, душа, сверхдуша, это уже сверхчеловеческие явления. И вот наша задача, как бы, услышать голос сердца. Задача любой религиозной конфессии, в конечном итоге, то же самое, то есть обнаружить Бога в сердце. А где религии все сходятся, как бы, сливаются в своем предназначении, целях, там. Вот к этому нужно стремиться. И если вам какая-то, скажем, религиозная традиция помогает в этом, то следуйте ей. Если не помогает, зачем вы будете ее следовать? Вот тут мы должны слушать голос сердца, быть искренними. Не просто традиция ради традиции, религия ради религии. И так мы забываем все и про Бога, и про душу, про все на свете забываем. Сейчас в мире много, как бы, религий, но, посмотрите, мир все равно деградирует. Нравственно, духовно люди деградируют. А что это означает? Да даже следуя традиции или как бы, перечисляя себя к какой-то традиции, мир не очищается. Почему? Потому что люди забыли Бога. Но в целом, так сказать, не говорю, что все забыли Бога, конечно, всегда есть какие-то святые люди во всех традициях и сейчас, в любое время. Другое дело, что, может быть, их не видно, их не различают сейчас, их не осознают, не понимают, не замечают или не слышат. А может быть, они ничего не говорят, эти люди, где они находятся, может, они практикуют для себя свою духовную жизнь, свою молитву. Но ситуация в мире именно такова сейчас, что у нас контакта со святыми личностями практически нет. Несмотря на то, что у нас есть много конфессий, много религий, много храмов по всему миру различных, а важно, важно именно общаться с садху, со святыми людьми. Недостаточно идти в место паломничества или ходить в храм, или читать священные книги, или повторять молитвы, или мантры. Самое важное из всего этого как раз общение со святыми людьми. Вот тогда у нас начинается духовное развитие. Вот тогда это истинная религия. То есть, это близкое духовное общение. Вот какой мой взгляд на ваш вопрос. Спасибо большое. У нас вопрос от «Благость» из города Симферополь. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Симферополь. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как наиболее простым, доступным образом доносить до людей, что есть ведическое знание, потому что многие люди вообще ни разу не слышали вообще о ведическом знании. И как наиболее простым образом такую деятельность как бы осуществлять по распространению знаний? Самое лучшее распространять через ведическую литературу. Показать как бы классику. Показать на Бхагавадгита, если вы говорите о ведической традиции. Это Бхагавадгита, квинтэссенция, секрет. Бхагавата Пурана, Упанишады. Вот если книги эти у вас есть, вы их можете уже представлять людям как классику из перевода, комментарии, санскритские транслитерации, даже можно изучать санскрипт по этим сутрам, шлоком. Вот так люди будут видеть, что есть такая вот древняя традиция, живая до сих пор, ведические знания. И потом можно разъяснять какие-то моменты, которые непонятны, например, могут быть через комментарии, через лекции, через обсуждения совместные. И когда это знание раскрывается, люди чувствуют всегда радость и счастье. То есть это не значит пригласить сначала клуб человека, а потом предложить литературу. Лучше сначала литературу, да, предлагать? По-разному. Есть люди, которые не интересуются литературой, в принципе, не читают книг особенно. Ну, интернет сейчас есть у них. Сейчас тенденция к чтению уменьшилась за последние несколько десятков лет. А в прошлом, конечно же, люди очень стремились читать какие-то такие серьезные книги, читали всегда исторические книги, философские книги в России. Сейчас вот меньше стали читать. Поэтому, может быть, сначала в клуб для общения, и потом человек заинтересовывается, можно показать книгу. Сейчас по-разному есть разные люди. Понятно. Спасибо большое. Спасибо большое, Александр Геннадьевич. У нас следующий вопрос из клуба «Благость» из города Оши, в Бриде. Девушки, задавайте, пожалуйста, Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Нас слышно, да? Да, я вас вижу, слышу. Такой вопрос, Александр Геннадьевич. Как найти духовного учителя и как предаться, да? Как найти духовного учителя и как? Ему предаться. А, и как ему предаться? Вот это вопрос. Интересный вопрос. Есть, значит, три способа, как найти духовного учителя. Сейчас вы выбираете сами, какой способ вам подходит больше. первый способ на вид. Это может быть длинная борода, длинные одежды, косов в руке какой-нибудь, взгляд такой пронзительный, и в волосах сверкают молнии, искры. Это вот первый признак внешний, который можете определить перед вами какой-то очень сильный духовный учитель, мистик. Второй способ. Вы выходите по городам, по улице и спрашиваете, вы не духовный учитель случайно? Каждого, кого встречаете. Это второй способ. И третий способ обратиться к ведам или к тому, кто имеет уже духовного учителя. Вот этот способ самый надежный. Сначала мы обращаемся к ведам, где описываются, кто такой духовный учитель, каковы его качества. Мы уже имеем представление, кого искать. Затем мы находим людей, кто уже имеет духовного учителя, и через них получаем это представление, кто такой гуру. И гуру находится в сердце. На самом деле только Бог может быть гуру для всех. Все остальные представляют именно его, его слова. вся духовность исходит свыше, мы ничего не должны придумывать. И как только вы это искреннее желание имеете в сердце, в сердце сразу становится известно, в вашей сверхдуше становится сразу понятно, что вы это искренне хотите, она устроит для вас это. Поэтому искреннюю душу не обманешь, просящему хлеба камень в руку не положат. То есть каждый получит то, что он ищет в сердце. раз вы этим заинтересовали, значит, вы скоро обретете эту возможность общаться с духовным учителем. Александр Геннадьевич, можно попросить вашего благословения, чтобы вы сильно появились рано вставать? Оши не могут даже воши не могут рано вставать? Я не ожидал. Оши всегда рано поднималась, насколько я помню. Раньше все. И даже Оши теперь спит по утрам? Нет, это недопустимо совсем. Там же самые трудолюбивые люди у вас в Киргизии. Или самые ленивые, я правда не помню точно. Не в 4 утра не помню. Очень хотим мы не можем. Пожалуйста, благословите. Можете в 4 поднимать из полчетвертого. Ну, в 5 поднимитесь в крайний срок. Ну, в 5 крайний срок. Что-то еще успеете сделать. Не ленитесь. Молодые, здоровые, не ленитесь. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Следующий вопрос от Куба Благость из города Москвы. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Куба Благость из города Москва. Вопрос. А, как... Да, только говорите погромче, вас очень плохо слышно. И как поведить людей, и как понять, что мы слышим Бога в своих обращениях. Слышно? Слышно вопрос? Вас практически не слышно. Подойдите максимально близко к камере, к микрофону, потому что совершено. Как полюбить Бога? Как полюбить... Ой, как полюбить людей? Как полюбить людей? Как полюбить людей? Да, и понять, что ты услышан Богом. А потом что? Понять, что ты услышан Богом. А, что услышан Богом. Как полюбить людей, как понять, что человек услышан Богом? людей полюбить очень трудно чем ближе знаешь тем труднее любить потому что при близком общении как раз мы сталкиваемся близко с недостатками человека как раз вот близкие люди они часто ссорятся притираются тоже трудности ожидают в семье близкие люди а те люди которые с нами непосредственно не связаны мы можем их уважать на расстояние легко и даже любить но есть как бы такой момент очень важный как любить людей секрет заключается в нашем умонастроении не только в людях которые нас окружают а главным образом в нашем умонастроении например вы берете фрукт в но персик спелый персик ну царь фруктов здесь у нас но с одной стороны он гнилой а с другой свежий вот с какой стороны будете кусать вот так вы полюбите людей то есть у каждого человека есть вот эти две стороны сердце 1 есть чистая сторона или стремление к чистоте какие-то есть очень позитивные хорошие качества человеке может быть не пробужденные еще но есть есть какие-то очень плохие стороны точек стыдится скрывает или уже не стыдится уже не скрывает разные вещи но так или иначе это у всех есть две стороны даже те кто обладает высокой культурой поведения все равно у них есть внутри эти две стороны и плохая и хорошая и вот наша задача общаться с людьми с хорошей стороной сторон и есть шесть вещей которые способствуют развитию вот этой любви она развивается постепенно как пробудить да вот эти хорошие качества которые есть у каждого но скажем может быть не проявлены вот например человек раздраженный все хорошие качества не проявлены вот с ним неприятно общаться как же ему успокоиться что проверить что-то какие-то хорошие добродетельные качества для этого дается 6 принципов додати или любовного обмена давать дары принимать дары вот человек вам настроен недоверчиво допустим не знает вас не враждебно но недоверчиво как обычно когда люди знакомятся может быть вы мне очень нравитесь может быть он вообще не хотел бы с вами общаться но если вы делаете какой-то ему подарок небольшой или говорите какое-то хорошее слово у него пробуждается к вам хорошее чувство есть видите хорошая сторона в человеке вот а можно пробудить человеке плохую сторону он не доверять я тоже не доверяю он косо смотрит я тоже косо смотрю и так мы постепенно накапливаем негативный какой-то потенциал потому что у каждого есть и плохая сторона и чувствуем себя как-то скованно напряженно в таком обществе но там где есть дары где обмениваться дарами эта ситуация она улучшается там где готовят друг для друга чистую освещенную пищу угощают тоже как бы семейная атмосфера возникает между людьми пробуждать теплые хорошие чувства хорошие слова появляются улыбки и особенно мы доходим до сокровенных мыслей это особенный момент когда уже доверяете человеку вы можете доверить ему свои сокровенные сердечные мысли какие-то переживания и выслушать также с доверием вот эти шесть принципов обмена они углубляют любовь между людьми дары и еще и сокровенные мысли обмен ну начинаем здоров потом приглашаем в гости скажем угощаем друг друга потом делимся своими планами представлениями о жизни и так далее но если это на духовной основе вот эти шесть принципов додать и очень могущественно если на духовной основе но даже на материальной основе не работают и полюбить людей невозможно так вот по-другому если будут скрыты позитивные качества это невозможно люди опасны очень друг для друга они очень могут коварно обмануть очень сильную боль доставить поэтому не пытайтесь раскрывать свое сердце сразу особенно людям двойственным лицемерным или экстравагантным говорится не доверять экстравагантным людям будьте в этом осторожны это вопрос процесс постепенно если мы хотим именно но а любить просто как живое существо можно все на свете нейтрально на расстоянии не соприкасаясь и как понять что услышан богом есть люди которые связаны с богом они сразу же заметит эту вашу связь вы сможете понять это через непосредственно уполномоченных людей сейчас все связаны с богом в любом случае прямо или косвенно просто косвенно означает что мы не знаем в этом а прямо означает что сознаем это например все все жители государства служат государству и те кто на свободе те кто в тюрьме но одни служат подневольно другие согласны своему выбору но все служат государству также сейчас мы все с вами служим богу принцип служения мы не можем устранить мы мы действуем мы служим каждую секунду мы что-то делаем для кого-то для себя ли для чего-то но мы слуги но кто-то осознает что это служение предназначено для бога а кто-то не осознает этого в этом лишь разница и вот когда вы что-то делаете бескорыстно так сказать для бога то первый кто-то заметит это человек который уже имеет связи он сразу это заметит и почувствует счастье то есть вы очень обрадуете этого человеку он сильно порадуется за вас например если вы читаете священные книги регулярно уже общаетесь богом в этом будьте уверены если вы повторяете эти слова которые прочитали священные слова другим людям раскрываете их смысл уже общаетесь богом если вы это делаете регулярно постепенно начинаете сознать это больше больше и больше если вы повторяете имена бога вы уже общаетесь богом и со временем эта связь станет устойчивой и очевидной это просто в практике с этой точки зрения как я сказал мы уже связаны все как души мы частички бога но вопрос нашего осознания насколько мы это сознаем в этом вопросе через практику можно достичь такого сознания спасибо большое за ответ Александр Геннадьевич у нас есть вопрос из клуба благость города Кирова Киров пожалуйста задавайте вопрос здравствуйте дорогой Александр Геннадьевич примите мои поклоны спасибо вам большое что вы нашли время общаться со всеми клубами мы желаем от нашего клуба вам здоровья и счастья спасибо у нас такой вопрос как усилить духовный разум и чем отличается процесс укрепления духовного разума и само его проявление у мужчин и женщин духовный разум есть такие понятия есть материальный разум и духовный разум и даже специальные санскритские термины которые обозначают их тамаса будьи и шуда будьи шуда означает чистый разум и духовный и тамас означает невежественный разум но они отличаются тем что имеют совершенно прямо противоположные стороны направленности один разум тамаса будьи в невежестве направлен на удовлетворение самого себя эгоистичный разум и шуда будьи он направлен на бескорыстную деятельность для на благо всех как мы говорим служение богу на благо полного целого на благо всех живых существ так скажем это самый чистый разум который больше заводится о благе всех других чем о собственном благе это великий разум и этот разум он формируется через процесс слушания что мы слушаем больше всего свое собственное мнение свой собственный ум свои собственные чувства и желания во главу гласта им это тамаса будь либо мы слушаем внимательно священное послание святых людей учимся и также на внимательно слушаем друг друга понимаем пока не поймем мы должны слушать часто мы не понимаем друг друга начинаем ссориться ругаться только потому что мы не обучены слушать то есть разум слабый и какое-то другое мнение встречается нам трудно общаться с этим человеком так и не поняв его почему он такой почему он так мыслит так вот этот процесс слушания это самый как бы важный процесс для того чтобы формировать этот разум необходимый разум духовный разум неважно мужчина это или женщина и разум он принимает решение это воля человеческая и для мужчин это особенно важный момент потому что мужчина не состоится если он не не обретет не разовьет свой разум он его жизнь будет неудачным целиком либо покроется позором неудачами либо он падает деградирует человек спивается например это все потеря разума рассудка за неудачи то что воля человека слабая и вот мужчина как раз формирует свой разум для того чтобы принимать хорошее правильное решение достигать целей для этого нужны большие знания чувство в самом низу находится нашего как бы существования чувство управляет ум умом управляет разум воля а разум управляется священными посланиями он ближайший сосед души поэтому если мы никогда не изучали священные книги или философски не размышляли нам очень трудно применить такой разум ну как бы слепая вера это тоже разум это фанатизм уже это что-то такое опасное вроде бы разум есть но вот в опасном его проявлении поэтому здесь нужно нужно именно развитие знания саттва саттва гуд означает что знание и счастье и тогда разум безопасно поэтому настраивать людей на достижение божественного без знаний это тоже опасно начинают сражаться за религию взрывать друг друга стрелять друг друга резать друг друга потому что разная вера у людей но когда человек получает знания тогда он понимает что бог один истина одна языки разные религии разные национальности разные время разное но истина не меняется никогда истина одна одна религия приходит в упадок другая появляется на ее месте так происходит вечно религии могут приходить и уходить а истина никогда не меняется она неизменно вот это разум это зрелый разум так скажем и зрелый разум означает что человек может жить в мире со всеми кто его окружает в мире добродетели вот это разум который правильно принимает решение как скажем не обижаться нужен разум для этого как побеждать себе эту обиду эту боль слабый разум начну выходить с этой обидой всю жизнь так и умрем с этой обидой поэтому задача такая что нужно развивать разум для этого нужно слушать священное писание слушать духовных наставников слушать имена бога или молитвы которые мы сами повторяем слушать внимательно вслушиваться в этот смысл сознавать его сердцем глубже каждый день практиковать это нужно то есть это это постоянная практика нельзя запускать такие вещи как разум или ум наш который остается без практики без нашего внимания тело накормим одеваем а ум и разум наш видите не ухожены поэтому внутри у нас просто кошмар творится часто нашей жизни внутри внутри нашего ума внутри моего разума моих чувствах сумасшествие может просто происходить потому что я не работаю над этим и сейчас так много самоубийством или столько несчастья по этой причине что люди не умеют правильно думать мыслить философски не рассуждают вообще забыли уже философию вот деньги зарабатывают по магазинам бегают ну вот и главная практика в жизни и ждут счастья потом купят себе квартиру машину и ждут когда придет счастье или приедет за мной а вот это их разум такой слабый разум не ждите никогда такого не произойдет не будьте в иллюзии работайте над собой таков ответ правильно и и и и и и и и а да вас слышно здесь добрый вечер добрый вечер ой Александр Геннадий извините я не очень волнуюсь давно хочу давать этот вопрос что же все таки для женщinnen духовная жизнь что должна ну женщина делать для того чтобы духовно развиваться и как должна происходить у женщины духовная жизнь. Особенно, если это женщина одинока. Ну, то есть, как бы обычно говорят, что мужчина в семье главный должен духовно развиваться, но если, например, женщина одинока, мужчины нет. Как духовно развиваться? Как женщине духовно развиваться? Важно. Хорошо. Нужно выйти замуж за Бога. Сразу за Бога выходите замуж, и все, и начнется духовное развитие. Мужчина не поможет толком. Сейчас мужчины все плохие. Забудьте про них вообще. То есть, я имею в виду, что не надейтесь на мужчин. Они сейчас тоже понятия не имеют в жизни никакого. Денег у них нет толком. Заботиться не могут. Женятся, разводятся. Ну, не хочу про них даже говорить, про мужчин. Поэтому за Бога сразу замуж выходите, и все будет хорошо. Но я имею в виду, что заинтересуйтесь этой темой. Потому что в духовной жизни нет различий между мужчиной и женщиной. Тут равные права и возможности. И в каком-то смысле женщине легче, а в каком-то смысле мужчине легче в духовной жизни. У них у каждого есть свои как бы особенности природные, преимущества. Например, женщина, она не такой очень сильный философ. Она более зависима от семьи, от мужа, от детей, от обстоятельств материальных. Но с другой стороны, у нее очень чувствительное сердце. Когда мы говорим о любви к Богу, о таких вещах, она чувствует это глубоко. И благодаря вот этой своей чувствительности сердца она может стать очень как бы такой, ну, чистой, святой личностью. Мужчина, он не такой чувствительный, но у него разум сильнее, мышление более философское, более рациональное, более конструктивно может исследовать эту тему мужчина, читать книги, анализировать, допустим, это мужская сторона делает. И принимает потом решение. Вот. Поэтому у каждого есть свои плюсы и минусы, но возможности равные в итоге в духовной практике у мужчин и женщин. Может быть, даже хорошо, что вы одиноки, что вам никто не будет мешать в этом. Потому что бывает, да, бывает, что семья неблагополучная, это еще хуже бывает. Неизвестно, где больше страданий сейчас. Вот мы, если оцениваем, да, жизнь людей в современном мире, неизвестно, кто больше страдает, те, кто имеет семью, или те, кто не имеет семью. Серьезно, сейчас очень сложный вопрос с этим. Если раньше всегда семья ассоциировалась со счастьем, вот в мою бытность, молодость, семья означает счастье, означает, ну, как любовь, то есть, может, жена там есть, дети будут как-то к этому относились более бережно, более чувствительно, больше понимали семью как счастье. То есть сейчас семья – это большой риск, вычислили. Больше риска имеет, больше разводов, слабее отношения, больше недоверия между мужчинами и женщинами. Но я вам скажу одну вещь, что женщина, у которой сердце чистое по отношению, ну, к духовной жизни, она становится привлекательной для всех. Для всех. Вот эта чистота особая, вот эта красота женщины редко встречается, на самом деле. Женщина, которая только о себе и думает, как бы счастливая, она мало шансов имеет на счастье. Собственно, как и мужчина, как и любой человек. Он только на себе сосредоточен, то есть это сложная комбинация. Семья, она, если мы хотим общаясь, семье говорить с вами, нормальной семье, это большая жертва с двух сторон. Если мы не готовы к этой жертве, то тогда вообще не нужно даже заводиться, портить жизнь себе и другим. То есть этой подготовке мы должны научиться и научить своих детей, чтобы этот институт в семье все-таки создать нормальный. Что эти ложные ожидания, они разрушили этот институт брака. Ложное эго. Поэтому первое, что нужно сделать, выйти замуж за Бога в сердце. Глубоко этим заинтересоваться, искренне учиться, общаться с людьми, в благости, духовные люди. Надо развиваться духовно. Это первонаперво. А потом уже будет видно все остальное. Спасибо большое, Александр Геннадьевич. У нас вопрос из клуба «Благость» из города Санкт-Петербург. Давайте, пожалуйста, ваш вопрос. Очень поближе. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. У меня такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, как научиться принимать правильные решения, если, например, во время молитвы или после молитвы это решение не приходит. То есть не приходит понимание того, как поступать в ту или иную ситуацию. Спасибо. Можно так делать. У меня сейчас совпало. Иногда так гадают просто. Гадалки ходят на карту, бросят, скажут, ну вот, делай так. То есть это в страсти, когда человек в страсти, его очень волнует. Будущее, чтобы не ошибиться, как свою партию выиграть. Идет гадалки, цыганки, показывают руку или карты, деньги платят за это, и он им говорит, вот этого бойся человека, вот это вот делай, вот это вот так, и насказания какие-то. Но если мы говорим о благости, то в этом нет необходимости. А если вы живете в благости, то все ваши решения будут хорошие. Любые решения. Например, ручей. Вот куда бы он ни потек, в какую сторону, он все равно сольется с рекой, а река впадет в океан. Верно же? Это же предопределено. Вот нужно уподобиться такому ручейку. Вот решения нет, хорошо, запруда. Но вы пользуетесь тем временем, наполняетесь. Просто вы живете духовной жизнью тогда, не принимаете никаких решений. Наполнились, и видите, можно течь дальше. Обязательно вы увидите, что вот есть возможность что-то делать дальше. И протекаете вот в эту сторону, где есть возможность. И вот так вы живете, не торопясь, искусственно не заставляетесь принимать решения, если не идут эти решения у вас сейчас. Сделайте паузу, почитайте книги больше, пообщайтесь, почувствуйте счастье в жизни, общение, радость. И как только радость почувствуете такую активную, сразу будет понятно, что делать дальше. Ведь главная же проблема наша не в решениях, а то, что жизнь немножко безрадостна. Не настолько радостна, видите. Вот посмотрите на детей, как они играют. У них каждую секунду решения. У них столько радости, что они решают каждую секунду что-то. Очень быстро достигают решения. Договариваются в играх. Хорошие организаторы, хорошие исполнители. Потому что там бурлит, кипит радость. И вот нам нужно достичь как бы, достичь какой-то радости в сердце. Полюбить жизнь. Мы немножко чуть-чуть депрессивны, чуть-чуть мы расстроены своим прошлым, не удовлетворены настоящим. Поэтому нам трудно принимать решения. Вдруг так, вдруг так, сомнения в голове. Вот этот червячок точит нас изнутри. Ну, тогда медитацию просто забудьте это все. Отбросьте раз ничего непонятно, раз так все запутано. И насыщайте сейчас жизнью, воздухом, светом знания, солнцем. Поднимайте свой ум выше, 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 выше. Чувства тоже выше, 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 выше. Забудьте, забудьте вот эти свои прошлые вещи, вот эти настоящие какие-то тревоги. Отбросьте их, выкиньте, плюньте туда в ту сторону. Это все уйдет в прошлое и вообще это мусор, мусор просто течет в реке нашей жизни, пусть утекает безвозвратно. Ну, отрекайтесь от этих вещей, от плохих. Не связывайте себя с ними. Вот обращайтесь к Богу, зовите имя святое или священной книги, или как вы его понимаете, но вы должны туда, всей душой стремиться, пока не почувствуете легкость, счастье, свет внутри. И вот тогда уже можете принимать решение. Хорошо? Спасибо большое, Александр Геннадьевич. У нас вопрос соскоба «Плагость» в город Самара. Задавайте, пожалуй, ваш вопрос. Добрый вечер. Александр Геннадьевич, я хотел задать вопрос про детей. Насколько важно семейным людям иметь детей? Вот, например, если есть опасения по астрологии, что он родится, например, со слабым здоровьем, или у жены будут проблемы с вынашиванием? Или можно вообще не иметь детей и посвятить свою жизнь духовной практике? Здесь страх будущего. Если сильный страх, то трудно иметь детей. я думаю, что астрология не всегда полезна для нас. То есть, я не думаю, что мы должны бояться жизни. Не всё будет гладко у нас. На самом деле, я вам скажу одну вещь. Если бы вы заранее знали, вот заранее, перед тем, как родиться в этом теле, что вас ожидает, вы бы ни за что не согласились рождаться. А ещё испытания все впереди. Представьте себе. Вы далеко не всё знаете, и слава Богу. Но от нас требуется вот эта решимость жить, выполнить свои обязанности. Ну, какая семья без детей, скажите? Не, ну, бывает, это, конечно, семейный вопрос, я не хочу вмешиваться в него. Но семья подразумевает детей, а как же? Ну, дети, больной ребёнок. Ну, а кто сейчас здоровый? Сейчас все рождаются уже больными. Сейчас среди здоровых людей, фактически, но уже другие стандарты. если я не вижу толком здоровых людей, что касается умонастроения, вообще здоровых людей нет. Если он просто может ходить, его считают здоровым, ходить на работу. Ну, всё, здоровый. Но здоровье, согласно аюрведе, определяется по состоянию ума. Насколько человек счастлив внутри. Вот это здоровый человек, позитивный, добрый. Здесь критерии. Это как температура 36,6 должна быть. в уме должна быть тоже правильная температура. Но вот сейчас у вас в уме страх, это же болезнь. Нельзя жить в страхе. Да, может быть, ребенок будет не очень здоровый. Ну, и что, будете воспитывать его? Пусть будет счастливый. Дадите ему путь духовной реализации, тем не менее. Может быть, даже эта болезнь поможет ему на духовном пути. Я не знаю. Но наша задача обратить все наши недостатки, нашей жизни в достоинство. Это так же, как делать аборт. Вот делать аборт или не делать аборт. Вот денег нет, экономическая ситуация плохая. Зачем мне ребенок? Это страх. И тем не менее рождается ребенок, вы его воспитываете, потом вы как цените его, этого ребенка, своего? Как любите его? в хорошем смысле слова. Я сейчас не хочу плохие примеры приводить, аномальные примеры, болезненные примеры. Мы сейчас хотим говорить о здоровой нашей жизни. Я не знаю своей судьбы. Я не ходил к астрологу, когда мы думали о детях, я не ходил к астрологу. Мы были готовы принять любого, любую душу, которая придет. У нас это семья. Но это моя позиция. Опять же говорю, вопрос семейный, личный. Если на самом деле вы не уверены и оба боитесь, то как? Будете иметь ребенка в страхе родиться такой же напуганный. Обычно родители молодые любят друг друга и все, они не думают о других вещах. и ребенок рождается от их любви скорее, чем от страха. А там уж что? Бог пошлет, как говорится. Результаты нам не принадлежат. Что Бог дал, то мы принимаем благодарностью. Вот такая суровая жизнь у нас, видите? Мы не знаем, что с нами будет через секунду даже. И тем не менее нужно жить как-то полноценно стараться. Это моя позиция. Вы решаете сами в семье. это супруга. Александр Геннадьевич, можно у вас попросить благословения, чтобы к нам с женой в семью пришла благочестивая душа? Ну, вы такие хорошие люди, кто же к нам еще придет? Пригласите благочестивую душу, да, помедитируйте, подумайте возвышенно перед тем, как ребенка зачать, ум свой возвысти, там, мантру, молитву, читайте, обсуждайте священные книги, попытайтесь его создать в уме, что это будет за ребенок, который придет. сделайте все, что от вас зависит. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас у нас вопрос от Куба Благость из Тель-Авива, Израиль. Пожалуйста, задавайте наш вопрос. Добрый вечер, вот у нас вопрос. Добрый вечер, Александр Геннадьевич, у меня такой вопрос. Как не привязываться к результату медитации или молитвы? Еще раз. Как не привязываться к результату медитации или молитвы? Как не привязываться? А, какой результат имеет? Хороший, но потом, когда это вот так, вот знаете, полнообразно. я заметила, что ум, я заметила, что ум привязывается к результату, естественно, потом мне это мешает. Нахожусь... А, ум ожидает какого-то просветления, да, он нетерпелив. Потому что были хорошие результаты, и поэтому вот он ожидает. А, это хорошо, это хорошо, это стимулирует. Именно так и происходит все. Именно когда мы начинаем свою практику, может прийти очень неожиданный хороший результат. И мы будем думать, вот теперь каждый день буду такой счастливый, да? Нет, нет такого результата, и мы начинаем работать над собой, читать, что же не то. Вот так обычно это и происходит, все правильно, все хорошо. Вот вы так начинаете. Очень хорошо. То есть путь змеи, говорится, духовная жизнь, не такая ровная линия вверх, да? А вот так вот, из стороны в сторону, но тем не менее мы вверх двигаемся. Иногда подъем, иногда спад, гуны вращаются, но так мы учимся. Учимся и на каком-то уровне, когда вы уже выходите из определения низших гун, вот страсти и невежества, вы там чувствуете стабильность уже. Даже если у вас в жизни всякие испытания, передряги, внутри вы чувствуете счастье. Всегда. по своей сути, как бы, вы достигаете этого уровня. Но на это требуется время. Вот так вы будете двигаться, вот так, так извилистоваться. Поэтому не смущайтесь, все хорошо. Продолжайте практику. Спасибо большое. на следующий вопрос из Куба «Благости» в Европатория, город Саки. Задавайте ваш вопрос. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Подскажите, посоветуйте с высоты вашего опыта для людей, которые видят и чувствуют свое предназначение именно пойти по вашему пути именно в деятельности проповеднической, возможно. Какие-то ключевые моменты в долгосрочной перспективе, на которые можно сейчас начинающим обратить внимание и какие-то ошибки, которых следует избегать? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Если вы хотите встать на путь именно вот нести духовные знания людям, то очень важно научиться состраданию к людям. Ну вот как доктор, как врач. Больные приходят разные к нему, неприятного вида, неприятным запахом, угрюмые, скажем, несчастные. И вот что должен доктор чувствовать? Сострадание, неотвращение, сострадание, неравнодушие. Это главный момент. Другой момент. Проповедник не должен мириться с невежеством. Это его натура должна быть. Вот вы видите, в жизни, скажем, много вещей неправильных в обществе, в поведении людей, скажем, не знаю, в новых каких-то, новых культурах, так скажем. И вы не должны с этим мириться, вы должны как-то отвлекаться на это. То есть, людей вдохновлять идти лучшим путем. Как бы разоблачать невежество, какие-то ложные вещи, говорить правду людям. Не агрессивно, не то, что вы воюете с людьми, но просто занимайте социально активную позицию. То есть, невежество вы отвергаете. Страсть, вы к ней нейтрально, равнодушно можете относиться. Кто-то богат, кто-то прославлен, нейтрально, спокойно к этому относится. А вот благость вы принимаете всем сердцем. Вот так вы сможете проповедовать успешно. Если вы что-то сейчас уже узнали, сокровенное, сразу передавайте другим людям. Не держите при себе. И вы увидите, что ваш опыт обогащается, знание углубляется. Это также благотворно и для вашей духовной жизни, когда вы передаетесь знание людям. Если вы что-то не знаете, так и говорите людям, пока я этого еще не знаю, очень честно себя ведите. Ничего не бойтесь. Я не знаю, но я узнаю, я спрошу. Или я научусь со временем. Вот таким путем. И, конечно, читайте книги. Я читаю книги про упады. Вот я думаю, что там кладезь знаний просто. Там потрясающие комментарии, потрясающе все заложено на самом высшем уровне, что касается духовного знания, на самом высшем уровне заложено. И, конечно, требуется годы жизни, чтобы проникать глубже-глубже в эти знания. Но все, что вы сейчас понимаете, все, что вы сейчас цените, сразу пересказывайте другим людям на их благо. так скажем. И все, и процесс начинается таким образом, естественно. Спасибо большое за такой терпущий ответ. У нас вопрос от клуба «Благость» из города Псков. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Слышно меня? Да, хорошо слышно. Только говорите чуть погромче. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо вам большое, что вы нашли для нас время. Вопрос следующий. С чего следует мужчине начинать духовную жизнь? Вот такой вот вопрос. Спасибо большое. С чего начать мужчине духовную жизнь? Да. Духовная жизнь начинается с веры. Но поскольку вы уже спрашиваете о духовной жизни, уже у вас вера есть какая-то. Вы уже получили какие-то знания, у вас есть к этому доверие. А вот второй этап — это общение с духовными людьми. Вот кто вас привлекает как духовная Личность? Вот это важно понять. К чему у вас расположен ваш разум, ваше сердце? Вот так и начинают уже как таковое духовное общение. Жизнь, вера, общение с духовными людьми, а затем только практика, которую вы от них и получаете, по их образу и подобию получаете. Поскольку они вас вдохновляют, они производят глубокое духовное впечатление своей чистотой, вы убеждаетесь в этом, общаясь с ними, естественно, вы перенимаете их образ жизни. Вы начинаете жить так самостоятельно, рано подниматься тоже, делать омовение, как они, медитация каждое утро, то есть строгая практика к себе, контроль чувств, освещенная пища, все начинаете делать так же, и вы еще больше чувствуете счастье духовное. И вот в этой практике, в этой практике, в этом процессе сердце начинает очищаться. Вот когда это вы уже практикуете вместе с ними. И когда сердце очищено где-то на 75% примерно, у вас внутри такой стержень появляется, очень твердый, твердый стержень, такая твердая, обоснованная вера глубокими знаниями. И вот тогда вы чувствуете счастье. Это устойчивое счастье в сердце. То есть вы уже достигли большого результата, если достигли этого стержня. Начинается с веры и общения с духовными людьми. Потом практика, потом очищение, и потом вы чувствуете свою самостоятельность, как бы, самодостаточность внутри. И еще больше цените духовное общение, то есть вы не утрачиваете никогда его. Но вы можете уже давать сами такое духовное общение другим людям. Они могут через вас почувствовать эту чистоту сердца, чистоту вашей мысли, аргументов, ваш образ жизни впечатляет людей. Значит, вы уже достигли чистоты, вы излучаете что-то очень ценное. Спасибо большое в ответ. У нас вопрос от Куба Бладость из города Северсополь. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, Александр Григорьевич. Наши поклоны вам за вашу деятельность. Такой вопрос. Как полюбить только Господа Бога, отдать Ему свою жизнь, предаться Ему? И как поступить, если не знаешь, как хочет того Бог? Ого. Спасибо. Какие задачи у вас? Так, я вас не вижу только. Как полюбить и предаться Богу? Ага. Но у вас такое на лице счастье, что мне кажется, что вы уже предаетесь Богу. Я боюсь, что это не на всю жизнь, ну, то есть, не всей жизни, а хочется так, чтобы все остальное не так волновало. Нет-нет, волновать нас будет что-то всегда. Это материальный мир, это трудно, трудно, чтобы он не волновал. я думаю, что невозможно. Всегда будут какие-то волнения в материальном мире. Но это любовь, конечно, о которой вы говорите, это связь, это йога с Богом, конечно, это дает огромную защиту. Перед любыми испытаниями можно выдержать все, что угодно, говорится. Даже смерть, даже в момент смерти такой преданный, он вспоминает Бога, только Бога. под его защитой находится. И как? Ну, я могу сказать сам метод. Метод уникальный, очень простой. Для века Кали это наилучший метод, это повторение имен Бога. То есть передаетесь именно имени Бога. Это то же самое, что и Бог. Разницы нет. Вот эта практика, насколько мы ее делаем внимательно, насколько мы это практикуем глубоко в сердце, потому что имя Бога, оно содержит в себе все трансцендентные качества, всю его трансцендентную природу, его трансцендентный образ. Наверное, как бы это вход, это дверь в духовный мир. Вы просто распахиваете и входите туда. Если вы чисто это произносите с этим энтузиазмом, с любовью, с этим глубоким желанием, чувством, о котором вы сейчас говорили, почувствуйте этот контакт. Ну и, конечно, в идеале то именно мы получаем по цепи преемственности учителей, получаем настройку от духовного учителя, который уже слышит святое имя, как бы слышит, уже общается, и мы получаем от него по цепи преемственности, это идет, имя спускается по цепи преемственности. для этого нужна цепи преемственности. Потому что повторять имя в неправильном монастыре будет труднее продвигаться. То есть мы должны получить эту настройку. И вот таким образом в этой жизни все будет успешно. как поступить, если не знаешь, как того хочет Бог? Еще раз. Еще у меня был вопрос, как поступить, если не знаешь, как хочет того Бог? Хотел бы так, как Господу угодно, а не знаешь, как? Тогда нужно просто разум использовать на свою ответственность. не надо бояться совершить какую-то ошибочку, мы учимся. Главное искренний настрой. Ошибки будут исправлены в этом процессе, говорится Бага Вадмитрия. Спасибо большое. Спасибо большое. У нас следующий вопрос из клуба «Благость» город Казань. Давайте, пожалуйста, этот вопрос. Казань. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Приветствуем вас из клуба «Благость» Казань. Александр Геннадьевич, здравствуйте. Такой вопрос. Что значит получать, что значит благословение в жизни человека? Важно ли это в жизни? И если ты не принадлежишь никакой религии, традиции, но совершаешь духовную практику, то от кого получать это благословение? Понятен вопрос? Да, да, да. Слышно было? Да, вопрос понятен. Благословения, да, очень важны. Век Кали уже есть проклятие для всех и благословение для всех в обществе слова. Например, век Кали семейная жизнь проклята, поэтому она так трудна. Это для всех. Каждый, кто образует семью, обязательно столкнется с трудностями. Также по проклятию века Кали ухудшается здоровье и чистота стихий. Это для всех общая ситуация такая. Только огонь, как стихия, остается чистым. Воздух, земля, эфир, вода, это все загрязняется век Кали. Это проклятие века Кали. А что касается благословений, уже есть благословение для всех людей века Кали все благо получить через воспевание святых имен, имен Бога. Потому что другие методы очень-очень трудно даются век Кали. Медитация или там какие-то жертвоприношения великие, или храмовое поклонение. Сейчас все очень трудно. Даже просто построить храм это непосильная задача может быть для нас с вами. А вот воспевание имен Бога оно рекомендовано для века Кали. И уже благословлены все люди на этот путь. Вы сами видите, как только вы принимаете эту практику серьезно, в вашей жизни все конкретно устраивается для этой цели. Все потому что благословение есть в этом плане. Это будет, это работает. И кроме этого учитесь благословлять других на этот путь, на духовный путь. На брак благословлящая срискованно, даже до благословения гарантии не будет, что брак будет удачным, потому потому что благословенный брак он по-другому вообще делается. Девушка не выбирает, не ищет себе жениха на улице. Об этом заботятся старшие, которые проницательны, которые мудры, знают, как сделать счастливой свою дочь или внучку. Они понимают эти вещи глубоко. И они устраивают этот брак на благо. И там работают все благословения, их разум. А сейчас девушка нашла себе в ресторане молодого человека или на дискотеке, приходят к родителям, если даже не благословят, то неизвестно, что из этого получится. Поэтому такие благословения не давайте просто. Это не очень благоприятно давать, неправильное благословение. Благословляйте людей на духовную практику, а потом уже на духовную семейную жизнь. Только после этого. Иначе в пустую вся ваша энергия уходит. Вот век Кали, вот такие благословения есть, которые можно воспользоваться. Имя Бога. В любой традиции, какой вы хотите традиции, есть имена Бога. И вот нужно медзировать, повторять имена Бога. Это благословение века Кали, Единственное и самое могущеное благословение. Спасибо большое за ответ. Сейчас у нас вопрос из клуба Благость, город Ровно. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Всем добрый вечер. Уважаемый Александр Геннадьевич, у нас такой вопрос. Вот часто бывает в клубах Благость на встречах, когда идет тема вегетарианства, поднимается такой вопрос. Вот рассказываешь людям, что не нужно кушать мясо, не нужно кушать рыбу, яйца. Вот и люди сразу говорят, ну как же вот Иисус Христос кормил рыбой всех, как же нельзя кушать. И вот мне бы очень интересно было узнать, что вы можете посоветовать в данной ситуации, что можно ответить людям. Спасибо большое. Обычно, чтобы человеку что-то от чего-то отказаться, ему нужно получить какую-то замену, что-то более хорошее. Тогда для него это легко. Если мы сразу говорим о вегетарианстве, то мы должны быть готовы, что кто-то к этому готов, кто-то нет. То есть все большинство людей не готовы принять вегетарианство. По своим привычкам, по своему вкусу жизни, по своим традициям даже, что и отец ел мясо, и с детства ел мясо, и дед ел мясо, и все ели мясо, с чего-то, что заблажь у вас такая, не есть мясо. Но есть люди, которые готовы к этому, которые чувствуют, что вегетарианство чище, что это новая жизнь может быть построена благодаря чистоте, новый вид отношений можно построить. У них есть достаточно такого разума, чтобы понять последствия этого вегетарианства. Другие же не видят смысла в этом. Они будут спорить. Поэтому как бы Шила Праупада, когда говорил об этих принципах, регулируешь. Он принес эти принципы в Америку. Мясо рыба яйца не есть, интексикации не принимать, в азартные игры не играть, незаконный секс не заниматься. Вот это именно он привез впервые на Запад тогда, в 1965-м году, в 1965-м год. Америка которая как раз все эти принципы нарушала так скажем ведически. И это революционное было заявление с его стороны. И он сначала проповедовал эти принципы наркоманам, людям, которые на наркотиках, на ЛСД, на героине были, на каких-то там еще таблетках, не знаю, марихуанах, все что угодно. У них там нижний Нью-Йорк они жили, внизу Нью-Йорка там незаконный секс процветал. То есть они жили свободной любовью, свободной жизнью, делали, что хотели. И что пропадал? Он об этих принципах стал говорить постепенно. Если бы он сразу сказал, что у нас такое общество, где нельзя делать то-то, 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 четыре запрета, то никто бы не пришел. Но он нам дал вкус медитации, вкус Киртана. На Киртана когда они приходили, они говорили, что это покруче ЛСД. То есть трансцендентное сознание пробуждается. То есть на самом деле другой мир в душе. И они еще в то время сочетали, они принимали дозу ЛСД, а потом шли на Киртан еще добавляли, экспериментировали с этим. Потом делились опытом, как это потрясающе было. Но суть в том, что вот этот вкус, который Киртан принес им, духовная практика, он вымесил потом наркотики. Они потом отказались сами от наркотиков. Поэтому вот это важный момент, что касается духовного вкуса. Я не знаю, как в клубах благости быть с Киртаном, потому что это все-таки клуб благости, это не какой-то храм, где какая-то традиция практикуется. трансцендентный опыт люди должны получить от вас, от вашего сознания, потому что вы практикуете, вы медитируете, у вас есть убежденность, есть вкус. Я думаю, что постепенно они согласятся с вами, большинство, благодаря именно вашей чистоте. Они заинтересуются духовной жизнью. И нужно быть готовым, что некоторые люди пока не готовы, это факт. Пока не готовы. Хотя в России, я бы сказал, это распространяется очень активно сейчас. Очень активно. Сейчас, я не знаю, тысячи людей, наверное, тысячи людей, каждый единственным с вегетарианцами. Сейчас это очень, как весной пожар буквально. Даже в Казахстане вот в этом году, в начале этого года, ток-шоу первое было в Казахстане по вегетарианскому вольте представить. Никогда такого не было вообще вопроса в южных регионах там люди едят мясо, это и культура как бы изначальная. И даже там сейчас уже обсуждают на очень высоком уровне эти темы и люди серьезно к этому относятся. То есть время вот так работает. Поэтому просто продолжайте как-то этот вкус людям передавать. Это понятно. Как же все-таки ответить на тот вопрос, когда люди говорят, вот Иисус Христос кормил рыбой и есть факт как бы в священных писаниях того, что он кормил рыбой и был ли этот как бы факт действительно фактом? Что вы об этом думаете? Да, это факт был, потому что он проповедовал рыбакам, рыба это их была жизнь, они бы не выжили без рыбы, была работа, но это была каста, так сказать, рыбаков и он проповедовал этим вот рыбакам и да, в этой корзине там рыба была, которая не кончалась, накормил рыбой там 5000 человек или сколько, описывает такой феномен был. И так же он мог из воды вино сделать, из вина воду сделать, Иисус мог ходить по воде и мог даже мертвых поднимать, как воскрешение Лазаря, вот, и парализованных там, не знаю, расслабленных поднимать, он мог разные вещи делать, Иисус Христос, но вопрос в другом, сам-то он ел рыбу, как вы думаете? Я думаю, что нет, конечно. Нигде не описывается, что он ел рыбу, он раздавал рыбу, но нигде не описывается, чтобы он сам ел это. Люди высокого духовного уровня не едят рыбу. спасибо большое вам. Спасибо большое. Следующий вопрос у нас из Куба Благость, город Южкарала. Задавайте, пожалуйста, наш вопрос. Южкарала. Алло, слышно нас, да? Да. Александр Геннадьевич, здравствуйте. У нас вопрос немножко созвучный с предыдущим. У нас вопрос следующий. Как духовный уровень ведущего клуба влияет на участников и что делать, если организатор или ведущий еще невысокого уровня духовного развития? Ну, у вас серьезные люди собрались. Очень серьезный вопрос задаете. надо повышать духовный уровень терпеливо. Нужно создать атмосферу семьи. Например, если сам ведущий невысокого уровня, но вы можете опираться на какие-то хорошие материалы, на хорошие видеоматериалы, вместе потом обсуждать это, вместе, коллективно. Если кто-то еще не имеет достаточно опыта разъяснять, вот, в клубе непосредственно так глубоко эти темы, если вы не чувствуете такого полного удовлетворения от таких разъяснений, то обсуждайте то, что вы прочитаете вместе, послушайте вместе какую-то тему, или давайте задания друг другу, какой-то семинар представить, тему раскрыть в клубе, чтобы готовились, учились. Постепенно вы научитесь представлять все очень хорошо, квалифицированно. Наша задача учиться. я согласен, что может быть наш уровень сейчас не очень высокий, но это можно улучшить. Поэтому об этом не беспокойтесь, не тревожьте, что еще нет такого высокого уровня. Это придет. Если у вас есть практика, есть искренний интерес, если у вас есть усилие, всему научитесь. Спасибо большое. Спасибо большое вам. Следующий вопрос у нас от Кубок Благости из города Пенза. Пожалуйста, задавайте. Здравствуйте, дорогие сослушатели и Александр Геннадьевич. У нас такой вопрос. Очень рад вас видеть, слышать и приобщиться к культуре. И как раз вопрос приобщения к юридической культуре очень интересует и волнует. Если рассмотреть такую ситуацию, что человек всю свою сознательную жизнь считал себя христианином, был крещеным, и вдруг он узнал о физической культуре и его это заинтересовало. Не будет ли считаться предательством веры, предательством религии, если он захотел себя считать преданным? Преданным кому? В физической культуре. Ну, нет такого. преданных физической культуре. Есть преданный Богу. Как вы думаете, если вы преданы Богу, вы преданы Иисусу Христову? Или нет? Преданы, конечно. Я понимаю, что может быть, но это мои такие рассуждения, что Бог единый, мы его зовем по-разному, но все равно есть же отличия какие-то. Нет никаких отличий. В Боге нет никаких материальных отличий. Я понимаю, потому что страх в чем заключается. Бросать традицию нельзя, потому что это уведет человека в материальный мир. Что касается традиции, да, вот из христианства, мусульманства, человек рождается в этой традиции, ему запрещается уходить, потому что уходит он куда? в материальную жизнь в ходе. Поэтому он как бы предает свою традицию, становится атеистом или материалистом, или просто мещанином, безбожником каким-нибудь, или преступником, вот это имеется в виду. Вот он предал свою веру, означает, да. Но если он чувствует, что ему нужно получить больше знаний, чем ему дает традиция его, он должен идти дальше к Богу. Если он от Бога идет, он предает традицию, если к Богу идет, то он не предает традицию. Потому что Иисус сказал всем, что я многое, чего имею сказать вам, но вы всего не вместите. Он упоминал, что у него есть какие-то очень большие глубокие знания, которые сейчас он не может сказать людям, потому что они не смогут понять его. И когда его спросили, кто же ты, его ученики, он сказал, что если скажу, кто я, вы меня камнями забросаете. И иногда он им говорил, маловерные, доколе вас будут терпеть. Вот так он общался с людьми, с учениками. он не все рассказал, говорил притчи, но он не говорил философию какую-то, не так ли? А сейчас люди, вот у них вопросы, они же как? В советской жизни, физика, химия, философия, логика. А тут религия, просто вера. Нет, я должен понять, разъясните мне. Они сейчас будут спрашивать священников, а те говорят, не мудрость, лукава, иди молись. А современный человек говорит, нет, мне недостаточно, хочу понять. Ну это у тебя сатаны. Ну и начинается конфликт. И тогда они проклинают, вот, все это от дьявола, гордыня твоя. И начинается вот такая двойственность в душе. Вроде я как христианин по предназначению и по своей сути, а вот конфликт у меня произошел. Сейчас это распространенное явление. Сейчас мы говорим о синтезе религии и науке. Поэтому хорошо, не принимайте веды, ведическую культуру, но примите знания оттуда. Пусть эти внешние вещи можете не принимать, одежды там какие-то, не знаю зачем, не надо их одевать, одевать культурно по-русски, это не имеет большого значения. Но знания это, основы это вы должны понять, бытия, что такое закон кармы, причинно-следственный закон, деятельности, это что посеешь, что пожнешь, Иисус коротко сказал, подробно можно это все узнать, что такое материальная природа, нужно разобраться человеку, до сих пор не знают, люди не христиане, мусульмане толком об этом, глубоких знаний недостаточно, что такое реинкарнация, что такое душа по сути, по сути, это нужно углублять знания, можно оставаться христианином, но быть в знании, почему нет? Спасибо за ваш исчерпывающий ответ, все очень понятно, то следовать дарю, любой религии. Это как вы получаете образование в школе, в институте, там же не упоминается какой вы конфессии, это физика, это химия, какая разница, мусульмане или христиане, законы, физики, химии не меняются от этого. Также здесь. Спасибо большое за ответ, у нас есть вопрос от клуба, который сегодня не присутствует, у них очень позднее время, вопрос из плагостя город Тюмень. На New служениях в храме, особенно по праздникам, девушке становится часто нехорошо. И она хочет понять, почему так происходит. Еще раз повторите. На богослужениях в храме, особенно по праздникам, девушке часто становится нехорошо. И даже один раз она чуть ли не потеряла сознание и хочет узнать, почему же так с ней происходит. Это нужно Олега Геннадьевича спросить. Он специалист в этой области. У меня не было таких симптомов. Может быть, просто душно, в алтарной комнате бывает от этого. Бывает, что Киртен слишком активный, непривычный для нового человека. Это особенности психики. Спасибо. Есть еще один вопрос из Куба «Благость» города Актау. Вопрос заключается в следующем. Надо ли женщине стремиться улучшить свое материальное положение? И как этого достичь? Материальное положение у женщины улучшить. Если это материальное положение очень низкого уровня до того, что человек не может жить в чистоте, поддерживать здоровье, то это нехорошо. Нужно улучшить. То есть, минимум – это здоровый образ жизни. Вы должны быть здоровы. То есть, есть хорошие условия для гигиены в вашей жизни, что вы можете постирать, просушить там, где нужно, и приготовить пищу, и поддерживать в чистоте свой быт, себя, не мерзнете и так далее. То есть, конечно, нужны нормальные условия для жизни. Надо, надо улучшать свои условия. Если у вас есть эти здоровые условия жизни, достаточно, чтобы быть здоровыми, то слишком не беспокойтесь об этом. Развивайте свои качества, развивайте свое знание и счастье. Остальное придет к вам само по себе со временем. Спасибо большое за ответ. Есть еще один вопрос от Куба Благость. Спрашивают, как получить вкус к молитве и как сделать молитву искренней? Как сделать молитву искренней? Это вопрос внимания, просто внимательности. И, конечно же, просто молитвы недостаточно. Это неминуемо придет в упадок, и мы забудем опять про молитву. Уже давно люди не молятся, забыли. Почему? Знаний недостаточно. Скудный запас знаний. Чтобы молитва была эффективной на самом деле, то есть нужно в знании это делать. Поэтому изучайте философию, читайте книги. Тогда ваша духовная практика будет более осмысленной, более глубокой. Тогда можно надеяться на какие-то результаты. Не пытайтесь стать фанатиками. То есть в невежестве быть решительным и, говорим, опасно. Изучайте, читайте, слушайте, общайтесь, выясняйте все. Должны знать все, что вам необходимо. Тогда ваша молитва принесет результат правильный. Спасибо большое вам за такой утерпывающий ответ. У нас есть еще один вопрос от Клуба «Благость и Скифа». Вопрос заключается в следующем. Для меня сейчас очень важен вопрос. Может ли быть духовный учитель иной веры, чем я? Духовный учитель другой веры. У духовного учителя нет другой веры. Иначе это не духовный учитель. Духовный учитель — это тот, кто утвердился в едином Боге. Вера одна для духовного учителя. Если вы возьмете всех духовных учителей из разной традиции, они найдут общий язык сразу же. Они сразу поймут друг друга. То есть у духовных учителей нет двух богов, скажем, или разных традиций. Иначе это не духовный учитель. Духовный наставник может быть. Какой-то конфессии я понимаю. Духовный учитель, гуру — нет. Он должен в духе утвердиться. Не в материальных этих различиях искать Бога, а в духовной жизни уже утвердиться. А духовная жизнь — она вне материи. Там нет другой веры, другой религии. Нет таких понятий. Вот на земле есть день и ночь, а на солнце нет дня и ночи. Там другие понятия времени совсем. И вот духовный учитель, как бы, он уже должен находиться в Боге. Все. Не в религии, а в Боге. А пока он находится в религии, это наставник. Или советчик, может быть, человек. Просто мудрый, разумный человек, который может вам помогать как-то по-доброму. Поэтому вера есть у людей, у которых вот еще разная вера, которые не достигли духовной платформы. Поэтому у них разная вера. На духовной платформе вера одна. Спасибо вам большое за ответ. Есть еще вопрос, откуда благость из города Кунгур. Они сегодня тоже не присутствуют. Каким образом наше духовное преуспеяние помогает умершим родственникам? И что об этом сказано в Ведах? Каким образом? Еще раз. Каким образом наше духовное преуспеяние помогает умершим родственникам? И что об этом сказано в Ведах? Умершим родственникам? Да. Да, там говорится о Ведах. Есть информация об этом. что в каждом роду человеческом в прошлом династиях были святые цари и святые люди и пророки так вот этот род династия поддерживалась духовно их авторитетом их мощью их наставлениями и люди потомки следовали заповедям это в далеком прошлом ведическом вот если вы встаете на этот духовный путь то в вашем роду появляется святой то есть вы появляется вот такой как бы основоположник скажем молодой человек или молодая девушка но будущем будете мамой потом бабушка потом прабабушка прапрапрабабушкой и насколько вы будете духовно могущественным человеком настолько будет долго помните вас потомки вы до сотого колена это даже может быть и вот все эти люди которые по будут помнить ваше наставление они все освободятся эти потомки ваши родственники и те предки которые родили вас также освободятся и предки этих предков тоже туда какого-то седьмого или четырнадцатого колена это уже от вашего духовного могущества минимум вы всю свою семью освободите конечно же вы увидите что духовная практика серьезно она делает переворот семье в любой то есть целая революция происходит начинается с вегетарианство интоксикации это уже революция серьезно для любой семьи что мы настолько уже запустились наши традиции что в семье это нормальная интоксикации все что угодно там и детьми вместе то есть семья сейчас царит безбожие полное и вдруг вы представьте привносите это в свою семью конечно это революция это переполох но очень быстро очень быстро это оказывает сильное влияние на всех ваших родственников они тоже начинают как-то приобщаться в духовном так или иначе благодаря вот этому примеру близкому поэтому это очень важный момент чтобы как бы спасти свою семью да вы можете именно своим примером потом представьте ваши внуки скажут меня дед был таким дед молился каждый день 5 утра уже молит у него было понимаете даже не так просто вот иметь такого деда это совсем не то что сказать мой дед пьяница это совсем другое памяти конечно же вся семья она будет другой спасибо вам большое за ответ у нас есть еще вопрос из куба здравствуйте александр геннадьевич у нас есть еще один вопрос смотрите когда человек выбирает какой-то род деятельности начинает идти этим путем то на его пути встречаются различные трудности вот как научиться понимать просто ли это трудности которые нужно преодолеть либо это подсказки бога о том что не лезть туда это как бы не твой путь не твое направление как научиться разграничивать эти понятия важно следовать своей природе это самое важное наверное сейчас самое трудное распознать себе эту природу вот травинка семечко закатана под асфальт прорывается смотрите вот природа такая она не сомневается не раздумит может это не моя природа она не думает может богу не угодно может хватит прорываться она не будет вообще размышлять она просто живет так вы не можете ее остановить что это ее жизнь и вот нужно познать себя как живое существо свою жизнь чего же хочу достичь в жизни какова моя цель вот моя душа моя жизнь мой смысл я хочу познать его и вот тут должны раскрыть себе вот эту энергию энтузиазма решимости желания вот это главные вещи ум нужно вообще убрать в сторону выкинуть его что он будет говорить так или так а может так нет а почему так а может быть так а вдруг так и вот так человек стоит на этой вышке дает 5 метровый и не может спрыгнуть прыгнуть и прыгнуть прыгнуть и чем дольше ты тем больше боится это ум вот его нужно просто выкинуть и научиться жить не несмотря на других то у кого что у кого есть чего кого нет у кого какая машина у кого сколько денег а жить по сердцу вот это мы учимся поэтому говорю духовная практика нужно нужно читать священные писания просто какие-то книги которые возбуждают ум на какие-то ложные цели а чтобы почувствовать свое сердце раскрыть свою природу раскрыть на это идет какое-то время но это не жалко это хорошее время хорошая трата и вот пока пока мы не научимся контролировать всю ум пока не избавимся от какой-то зависти скажем или вот корысти нам будет трудно проявить себя еще а постепенно это проявится само по себе знаете помню одного человека очень давно он был пожилым тогда уже человек был молодым я начал духовную практику а он уже был посвященный дважды и он знаете был настолько привлекательным этим своим посвящением качествами что все его все его принимали как священника буквально по качеству и всегда просили его говорить читать там лидировать и вот он как-то говорил так уверенно но не мог говорить хорошо а потом мы с ним поехали за границу на праздник духовный и жили вместе в одной комнате нас расстелили вот он пожилой человек я молодой человек я очень несколько таких же молодых как и я мы за границей у нас вдохновение мы там шутим смеемся развлекаемся а он приносит ведро воды тряпку и моет полы и мне неудобно думаю ну как же так вот старше меня он духовный человек я тут валяюсь на кровати шучу тут лежу в моей комнате хотя живет вообще в другой комнате соседней был да я говорю нет 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 дайте мне тряпку я буду сам это делать я говорю мне неудобно ну как же так зачем же вы эти полы в моей комнате он не тряпку не дает улыбается широко и говорит ты знаешь не все считали священником брамана ягод сам так и думал постоянно ягод постоянно страдал от этого что мне нужно держать эту марку также думают обо мне теперь должен быть таким а теперь ты понимаю кто я просто обычный простой работяга и мне до 100 лет это счастье мультипалы и понимаешь не мешай мне уйди это моя природа он это так сказал с таким счастьем без всякого оттенка зависти что представьте я ему отдал тряпку на полы и на моей комнате он меня убедил именно своим счастьем но конечно же больше бы не позволял этого делать вот это уникально найдите свое счастье вот чем наша как бы задача не стройте искусственных планов если вы на своем пути и изведите неудачу вы ничего не потеряете все равно обретете себя но если на чужом пути успех обретете все это ложного кажется это водитель своим путем спасибо у нас еще два клуба остались после которых мы будем завершать сейчас вопрос от клуба благость из города псков и после него готовится перезагрузку александр геннадьевич добрый вечер спасибо вам большое за вдохновляющие ответы мы желаем вам счастья а вопрос от моего знакомого который скажем так не является религиозным человеком вопрос звучит так а в чем движущие силы жизни всех людей как вы посоветуете как правильно ответить человеку на его вопрос движущие силы всех всех людей но если в целом просто обобщить а сколько вопрос таков общие все люди движущие силы всех людей это проявление души в материальном мире это две вещи это желание вожделение и страх и две вещи движут поступками людей но чего-то сильно хотим поэтому действуем активно и чего-то сильно боимся и тоже действует активно это вот проявление души в материальной среде вот она так а в чистом виде это проявляется как южная сила как любовь к богу и ко всему живому это бесстрашие и чистые желания не эгоистичные это вот в чистом виде проявляется или в материальной среде проявляется движущая сила одна и та же душа но материна искажается вот страх и желание заставляют нас что-то делать а в духовной жизни это любовь и бесстрашие спасибо большое за ответ и последний вопрос от клуба благость из города петрозаводск нас слышно здравствуйте александр геннадьевич у нас такой вопрос почему в некоторых конфессиях например христианство ислам но не больше христианство конечно интересует некоторые темы которые затрагиваются в ведическом знании они под запретом могут быть но например даже самая реинкарнация тонкое строение тела ну и другие многие моменты под запретом одна из причин одна из причин почему под запретом эта тема потому что там нет ясных и черпающих знаний на этот счет например я разговаривал с одним священником несколько часов но это давно было он пришел к нам вашим одет как священник был просто по интересоваться что мы делаем почему столько народу к нам приходит что за религия ну и мы стали видеть абхагавадгити законах кармы несколько часов он спорил как-то пытался не соглашаться в конце концов он сказал но у меня нет возражений по поводу карму он признал что это логично как бы это все законно но я не могу этого принять хотя я не могу это провернуть но принять не могу я спросил почему если все доказано если все логично если очевидные примеры есть кармы до закона почему нет потому что в моих писаниях это этого не существует вот такая позиция то есть есть страх как бы о человек религиозного что если есть какие-то знания выходя через за пределы моих писаний то мне придется выйти за пределы моей религии оставить свою религию вот он боится вот этой вот вещи что как только вы заявите о карме переинкарнации значит это уже это уже другое писание другая религия а мы хотим сказать что других писаний нет что если вы верите в какое-то священное писание вы должны автоматически признаете другие священные писания все священные писания тем более время такое что не сейчас все открыты для людей для для обозрения не случайно это но сейчас не средневековые времена живем где замкнутая была система да где было дано человеку одно писание достаточно сейчас все писания открыты у нас пожалуйста столько лекций только публикаций сейчас свобода слова там то есть сейчас время как раз вот диктует такие вещи что мы должны интересоваться глубже глубже и шире и шире и шире и подсознать что религия 1 сейчас к этому тенденции идет очень хорошо благодаря вот духовным знаниям поэтому я также с другими священниками известными в свое время я спрашиваю про реинкарнацию например почему священники христианские отрицают реинкарнацию евангелие есть два как бы я я нашел два упоминания указывает на реинкарнацию вот и священник спросил у меня какие места указывают на реинкарнацию я его процитировал то место когда ученики подошли к иисусу и спросили учитель писания говорят что прежде чем придешь ты мессия сначала придет или а или это ветхозаветный пророк вы знаете древний вот или должен прийти перед тем как придет мессия сначала или явится написано ученики спрашивают иисуса но вот мы видим тебя ты мессия ты уже пришел а где же или он должен быть до тебя и иисус отвечает или уже приходил но его не узнали и сделали с ним что хотели и там евангелист пишет это не комментарий евангелист пишет и ученики отошли от него поняв что он говорит об иоанне крестители это слова евангелия опять значит иоанн креститель это воплощение или и получает согласно вот тому контексту вот я ему этот момент это второй какой мир второй момент слепорожденный он родился слепым и вот ученики спрашивают иисуса а за чьи грехи он страдает за свои или за грехи своих родителей странный вопрос на самом деле родился слепым то как же можно спросить за свои ли грехи он страдает когда он успел согрешить если он родился слепым значит они имели ввиду что грехов совершен раньше до рождения по вопросу так и вот я священнику говорю эти 2 2 момента которые я заметил который как бы указывать на реинкарнацию и спрашиваю почему священники не принимают он конечно дал свои толкования там могли но ведь можно толковать и прямо можно же прямо где да можно рассказать священники принимают реинкарнацию он не выговорит но другим не говорят об этом потому что не считает что это полезно будет я спросил почему не полезно потому что вы должны говорит ответить за эту жизнь сейчас они завтра они завтра как бы это ослабит их волю так он как бы намекнул что пользы не принесет такое знание я с не в этом смысле тоже могу согласиться что да если следующая жизнь на следующей жизни сюда делаю хорошо неважно что я не делал в этой жизни поэтому нужно еще изучить закон кармы вместе с реинкарнацией то есть понятно что знаю нужно даваться в комплексе если человек не может понять реинкарнацию тогда и карму не сможет понять глубоко если можно глубоко карму понять то реинкарнацию тоже трудно будет понять поэтому как бы вегетическое знание но комплексное и христианское вероучение тоже комплексное но по-другому просто скомплектовано и любое писание тоже скомплектовано каким-то образом для понимания людей поэтому тут есть свои причины я я понимаю что эти традиции разные люди разные далеко не все люди могут сейчас осознать реинкарнацию скажем карму глубоко в этом заинтересованы поэтому нужны разные традиции разные комплектования знания так сказать спасибо вам большое за такой исчерпывающий ответ спасибо большое александр геннадьевич что смогли найти время возможность пообщаться с кубами глабость дали ответы на вопросы которые очень сильно волновали полчан для нас это очень ценно и важно эту встречу смогут посмотреть также эти клубы которые сегодня каким-либо причинам разница во времени многие живут в других городах и странах они посмотрят в записи и тоже получат ответ на те вопросы которые они также задавали большое вам спасибо и будем надеяться что эта встреча будет последней хотя бы спасибо за вашу благость за ваши добрые вопросы добрые лица на самом деле настоящая благость то что я сегодня окунулся у всех такое чистое настроение доброе поэтому огромное спасибо за это удовольствие общаться с вами сегодня спасибо вам большое сегодняшняя встреча подошла к концу вам благодарны дорогие курчане встреча наша подошла к концу я думаю что сегодня мы выложим может быть завтра в опыте этой встречи и вы сможете еще раз посмотреть какие-то моменты освежить в памяти поэтому всего доброго до свидания я желаю всем счастья и спасибо что вы смогли поучаствовать до свидания до свидания до свидания спасибо что вы обидел ну все Продолжение следует...